привет мои хорошие мои друзья и димочка у нас гадает на фольге уже миллион не миллионы конечно несколько раз он уже бросил у него получаются треугольники представляете не знаю чтобы это значило но разные треугольнички что ты сейчас ты просто бросил да давай еще разочек вот тут вот уже кушаем доедаем уже хлеб доели компотик сейчас будем пить да давай сначала он делал из этой фольги фигурки разные интересные вот смотри опять треугольник вот а ромбик ромбик уже ромбик так интересно так это завлекает люблю честно говоря гадания разные есть книги кстати в книге надо посмотреть у меня гадание на камне по-моему какие то есть может быть там и про фольгу чего-нибудь сказано ну теплая на пол упала ну как они посмотрите заражаться маленький средний и большой ну это просто удивительно причем у меня так не получается у него получается господи одна улетела а где 4 это а вот она вот опять треугольник можно посмотреть и тут треугольник получается либо вот тут вот треугольник и там что-то как созвездие что какие-то так интересно слушайте вообще да малыш да большая и маленькая а фигурки начал лепить то у него крокодил то птица то ключ а фольга такая плотная нам бабушка давала что-то передавала в ней там завернута была она чистенькая вот это особо прочная да она мне говорила особо квадрат да почему ты ее подвинул немножко особо прочная фольга нужно будет это бабе сегодня позвонить и попросить у нее еще такой пока я его кормлю мы тут ели на свекольный суп было чтобы он просто этот свекольный суп не размазал по всей квартире я его кормила вместе с хлебушком у нас вот хлебушек тут вот четвертинка хлебушка лежит вот мы хлеб уже доедаем у нас сегодня уже пятница обычно у меня в пятницу его уже доедается в этот раз что-то осталось немножко побольше вот опять треугольник смотрите и по серединке чуть-чуть лежит ну не знаю это просто интересно свои комментарии вы можете оставить либо пик предыдущем ролике либо в следующем ну наверно ваш раз вы его смотрите скорее всего наверное давать в обсуждениях оставлять комментарии я наверно буду опубликовывать ролик и наверно фотографию ролика точно такую же буду оставлять наверное в обсуждениях и там вы сможете оставлять свои комментарии именно там где дима есть я думаю я думаю это так будет дима смотрю на меня давайте сфотку улыбнись так короче мы тут уже немножечко разузнали интересные моменты дима сказал что когда в руке вот так вот водишь прежде чем бросить нужно сказать sim короче также бросила у меня получился треугольник вот мы уже какая-то у нас получается своя некая игры игры игра да такая как гадание гадальная игра короче у нас получается так если треугольник получается ровненький полноценный из 3 из 3 кружочков этих вот а 4 где-то там сбоку лежит значит это ответ да если треугольник неровный и кружочек большой там или какой-нибудь лежит где-то посерединке значит это ответ нет вот я сам сейчас поставил я видела вот и мы загадываем желание я сейчас загадала желание будет ли у нас сегодня играть музыка у меня вышел ответ да у димы вышел ответ нет но он не повторил вопрос да давай теперь дим для наших зрителей с тобой тоже пускай загадает вопрос подожди пока не бросай воде ручками собери все это опять упала давай нет ты давай ты давай давай и ручками вот так вот воде по столу загадывайте вопрос давай говори сим ну чё то у тебя тут получилось то как бы динозавр навалил ну какой-то неровный получился не трогай его получился треугольник значит у вас ответ нет получился кто загадал желание вас ответ нет но это уже сам двигающего получается почему-то они треугольники кстати а ведь мог получиться ромбик и квадрат в конце концов то треугольники гоняка поезд пассажирский на веревочке везет вот поезд пассажирский на веревочке везет а это кто у него есть смотри кошка мишка и зайка у него в поезде едут видишь силы богатырской целый поезд богаты целый поезд пассажирский на веревочке ведет целый поезд пассажирский на веревочке ведет а когда большие лужи разливаются весной великан на флоте служит самым младшей старшиной у него бушлат матроски нам ушла тикаря бисера и на носке он ведет через моря пароход за пароходом он выводит в океан и растет с каждым годом это славный великан это смотри пароход вот пароход а это что мячик 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 дядя это мальчик это еще мальчик это еще не дядя это мальчик мой веселый звонкий мяч ты куда тоже мальчик тоже мальчик снимали заль мой веселый звонкий мяч ты куда я отдала наконец-то ванную детскую именно блин забыла ее записать на камеру сейчас вот девушка будет выходить вы увидите там ванная горка надувной круг на шею и две погремушки на кромку коляску или кроватку вешать вот отдала за бутылку оливки оливкового масла вот что-то она долго не идет не вышло же уже большая такая у нас там белая ванная была вы видели наверное во влогах наверху она стояла вот я давно уже очень продаю а тут свекровь начала дима в ней мыть в этой ванне но он уже сам стоит зачем в ванной мыть я поняла то что нужно срочно ее продавать потому что не дай бог они ее сломают и все все-таки ребенок большой он в ней там прыгать скачет она пластмассовая как бы мало ли поэтому ей скорее скорее отдала но ребенок ну блин ну согласитесь он уже сам стоит самостоятельно смысл ванной ты мать тем более она у меня на продажу то есть у меня те вещи которые на продаже я их обычно откладываю все я им не пользуюсь то есть я софотографировала и все то есть все хорошо так ладно сейчас будем ждать короче что-то она никак не выходит видимо на такси вызывает короче на такую бутылку я поменяла пол-литра вот она спросила мол какую сколько объем я написала не меньше пол-литра но все-таки надеялась конечно на литр все-таки у меня была надежда думаю все-таки ванная дорогая я эту ванну когда-то за 700 рублей покупала на ней даже ценник остался и все-таки я надеялась конечно недорогую может быть оливковое масло но за литр все-таки была надежда но я понимала то что в ванной уже очень давно у нас стоит это я не могу ее уже очень давно продать и хотя бы хоть за что-то ее заберут им стало меньше пол-литра ну она пронесла пол-литра но она такая тяжелая довольно вот идеал не знаю даже сколько он стоит я думаю оливковое масло всегда дорого стоит я думаю она наверное хорошая должна быть вот то скоро масленица хочу попробовать для димы пожарить на оливковое масло так сказать срок годности до 21 еще целый год с небольшим да ровно год еще пожарить на оливковое масло потому что у димы аллергия на подсолнечное масло вот ну такая небольшая аллергия что-то не выходит она ну ладно в принципе вы эту ванну видели не будем ждать приготовила супчик как он ароматно пахнет мама дала бульон от красной рыбки красная какая-то туда добавила перчик у меня был запеченный картошка и морковка и добавила огурчик вот потому что зима их очень плохо ест я добавила туда ну такой запах ароматный это вообще-то что-то с чем-то наверное он очень очень вкусный но я на диете к сожалению вот может быть если останется потом попробую жирок там жирок блестит обалденно просто пахнет вот да 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 posit